Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и как обещал делаем абсолютно честный обзор на ВЗ Пылающего, которого выставили на продажу вместе со 112 ледяным. На 112 честный обзор я уже выложил на канале, свое мнение по поводу набора за 7500 я тоже высказал. Если вам интересно, переходите по ссылочке, которая есть в описании к данному видео, ну и плюс к тому ссылка всплывет вот здесь наверху в пределах данного видоса. Что касается ВЗшки. ВЗха, ну я бы не сказал, что какая-то супер крутая тачка и супер нагибающая, но ценник в 3000 для 7 вполне себе приемлем. Порой продаются машины и по 3500 и если в целом ВЗ картонная с долгим временем перезарядки вам подойдет, то я не думаю, что 3000 уж такая большая цена для него. Что касается технических характеристик по орудию, то орудие здесь в принципе в чем-то очень хорошее, а в чем-то, ну я бы сказал, оставляет желать лучшего. Хорошее оно по времени сведения, хорошее по разбросу. Что касается ДПМа, то он не блещет и все это связано с тем, что несмотря на свои 400 умопомрачительных единицы альфы на своем седьмом уровне, данная ПТХ обладает целыми 11 секундами времени перезарядки и полной картонностью. И именно эти два показателя, я говорю о времени перезарядки и картонность данной машины, хоронят ее прям совсем. Ну, по крайней мере, если вы не умеете играть на картонных машинах. Что касается оборудования, я поставил оборудование себе на увеличенный заряд для того, чтобы скорость полета снаряда была больше. Покажу в сравнительной таблице, с чем это связано и это действительно очень необходимо вам будет в бою. Что касается второго, на что стоит обратить внимание, это сбалансированное орудие. Минус 10 к разбросу. Дело в том, что время сведения и так комфортное, а что касается разброса, то почему бы, как говорится, и не улучшить. Но, ребят, я не претендую на звание супер крутого танкиста. Я не мега какой-то там супер игрок. Я не участвую в каких-то турнирах. Я не имею статистики 70+. Я обычный игрок такой же, как и вы. И считаю, что нет понятия правильно и неправильно установленное оборудование. Есть понятие комфортно тебе с этим оборудованием или нет. Что касается сравнения с машинами, к нему сейчас вернемся. Давайте посмотрим кратко на броню, которой здесь нет. Ну, вот этим вот, по-моему, все сказано. Тут нечем танковать. И если даже будет какой-то, я не знаю, там, случайный рикошет, то только боженька вам его пошлет, если попадет куда-нибудь в стык каких-то там бронелистов под какой-то прям совсем вот такой вот приведенкой в 180. Короче говоря, танковать здесь нечем. Привыкайте к тому, что вы крайне неживучая машина. Что касается сравнения с другими машинами на уровне. Есть достаточное количество машин на седьмом левеле среди ПТшек. Я не отношусь к тем ютуберам, которые тянут прям вот, знаете, за резину кота в долгий ящик для того, чтобы к чему-нибудь притянуть какую-то машину за уши и рассказать, с кем ее можно сравнивать тогда, когда это невозможно. ВЗ он один такой на своем уровне. У него заднее расположение рубки. У него при этом полная картонность. У него вполне себе приемлемая классная подвижность. Короче говоря, сравнивать особо не с кем. Можно было бы прицепиться к тому, что у него там доходность ниже или выше, но это семерка. И на седьмом уровне фармить это не совсем то. Для радио фарма, ребят, надо играть на восьмом уровне. Что касается процента по победам, то 52. Я мог бы сейчас начать рассказывать про результативность данной машины, сравнивать с кем-то другим. Но опять-таки, это все будет притянуто за уши. Поэтому я предлагаю ограничиться тем, что обратить внимание на ДПМ, который существенно, существенно хуже, чем у всех ПТшек. Я единственное, что убрал отсюда две ПТхи с барабаном. Это существенный минус данной тачки. Есть пробитие в 185, которое тоже оставляет желать лучшего. Но я оставил себе именно на досылателе, а не на калиброванные снаряды. Потому что если вы поставите себе на калиброванные снаряды, то ваше время перезарядки будет практически 12 секунд. Это еще дольше жить необходимо от выстрела к выстрелу. Поэтому я решил, что поставлю себе оборудование на досылатель. Ну а в случае необходимости просто буду пользоваться голдой. Что касается, ребят, количества выстрелов в минуту, то он, соответственно, тоже оставляет желать лучшего. Да, крутая альфа в 400, но обратите внимание, 400 альфы здесь и 400 альфы у Т-34-2ГФТ. Ну, есть разница, да, 2850 ДПМа и 2200. Что же касается многих других, у кого есть альфа в 400 с копейками или 400, то обратите внимание. СУ-152, 3350 единиц ДПМа, 2770 единиц ДПМа у СУ-122-44. И, честно говоря, в выборе между двумя этими ПТХами я имею в виду СУ-122-44. И пылающего я взял бы себе все-таки СУ-4, которая у меня, кстати, на основном аккаунте есть. И я до сих пор ей радуюсь. Короче, ребят, особо обсуждать нечего. Также, ребят, хотелось бы обратить кратко внимание на скорость полета снаряда в 800 показатель, который действительно хуже, чем у многих других машин. Именно поэтому я оборудование поставил таким образом, чтобы скорость полета снаряда хоть как-то оптимизировать. Все, что можно было показать в таблице и в ангаре, показал. Ну, а теперь давайте возьмем нашу ВЗ-ху пылающую и попытаемся ее зажечь. Итак, друзья, поехали и давайте будем сразу обсуждать нюансы. Ну, во-первых, стоит постоянно, играя на ВЗ пылающем, помнить по поводу того, что вы прям сущий картон. Вы ни в коем случае не должны выходить дальше третьей линии. Ну, по крайней мере, пока все соперники не слились и вы не остались в составе огромного количества своих союзников. Это первое, что необходимо помнить. Второе, что необходимо помнить, это то, что данная машина абсолютно дискомфортна будет для тех, кто не умеет играть на тачках, у которых не поворачивается полностью рубка. Эта машина, она схожа по геймплею в этом отношении с СУ-130ПМ, там, где полностью рубка не поворачивается. Ну, или гриль десятого уровня. Короче говоря, ребят, есть нюансы, к которым стоит быть готовыми. Что касается урона. Да, 400 единиц урона это действительно круто, это классно, но время перезарядки необходимо пережить. Если вы хотите быть результативным игроком на данной тачке, то вам необходимо придерживаться нескольких правил. Я не лезу никуда на передовую, и мне необходимо сделать минимум 5 удачных выстрелов. Почему так? Ну, просто потому что каждый выстрел вы будете накидывать по 400 единиц альфы. Ну и, соответственно, 4 выстрела это 1600, ну и еще один удачный пятый выстрел, и у вас 2 косаря урона в кармане. Дальше дело за вашими союзниками. Самостоятельно затащить бой вы однозначно не сможете, вам не хватит на это времени перезарядки, вам не хватит для этого живучести. Поэтому вся надежда на ваших союзников и на то, что они не будут сливаться. Если союзники будут грамотные, толковые и будут максимально вас поддерживать и помогать, ну тогда да, тогда вопросов нет. Ну а если вам с ними не повезет, то, соответственно, пиши пропало. Самостоятельно, как я уже сказал, сделать вы ничего не сможете. Машина зайдет тем ребятам, которые, ну, любят просто за бой нанести достаточное количество урона, и те ребята, которые умеют на картонных машинах кого-то добирать. С учетом того, что данная тачка имеет у себя на борту орудие с альфой в 400, то, ну вот, пожалуйста, подобрались сзади. Имея 400 единиц альфы, то, соответственно, накидывать урон даже в проигрышном бою, занимать первые позиции в команде в отношении результативности по настрелу. Это, безусловно, все про пылающего, и таким ребятам машина однозначно подойдет. Но вот сейчас, ребят, самое неприятное, что есть в отношении ВЗ пылающего. Если сейчас команда сольется, то вы будете удивлены количеству моего конкретно настрела по сравнению с другими, и это, в принципе, все равно ничего не зарешало. Машина очень-очень зависима от своей команды. Она зависит от того, насколько результативными будут другие игроки команды, ну и, соответственно, не от вас зависит победа. Да, вы делаете свой вклад, вы накидываете достаточное количество урона для того, чтобы победу эту приблизить. Я бы сказал, практически в притирку к ней прийти, но, друзья, в то же время, если союзники оплошают, то все ваши старания и труды будут, к сожалению, напрасны. Досматриваем бой и обязательно зацениваем результаты. Ну что ж, друзья, к сожалению, поражение 2300 единиц урона. Круглая цифра без каких-либо остатков. Это действительно радует. Два уничтоженных соперника благодаря тому, что с такой эльфой действительно легко кого-то добирать. Что касается фарма, то с прем-аккаунтом 25300. Ну а что касается моей результативности, то вот вам, пожалуйста, с существенным отрывом в 1000 урона я нахожусь впереди всех своих союзников. Но это не дало мне победы. И это очень грустно, потому что ты вроде бы и делаешь все необходимое, а при этом исход боя зависит не от тебя. Давайте же будем суммировать все увиденное и все показанное и принимать решение в отношении того, чего стоит пылающий. Ну и, соответственно, чтобы вам было легче принимать решение. Давайте сразу о плюсах. Плюс, безусловно, это альфа. И плюс это то, что вы практически в каждом бою, вот серьезно, 9 боев из 10, вы будете в топе по количеству нанесенного урона. Причем, еще раз повторюсь, вне зависимости от того, проиграет ваша команда или выиграет. Это, безусловные, плюсы, минусы. Отсутствие поворачивающейся рубки, полная картонность. И тот и другой фактор приводит к тому, что вас очень легко закрутить. И как только к вам приезжает кто-то впритык, можете просто начинать молиться и собирать шмотки в сторону ангара. Ну и, ребят, плюс к тому, стоит отметить, что это семерка. И фармить на ней особо не получится. Лучше это делать на восьмом уровне, если фарм вам важен. Вот такой вот он, WZ пылающий, без каких-либо прикрасов. Вроде бы и результативная машина по настрелу, но в то же время крайне команда зависимая. Если вы за честное мнение по поводу всего, что происходит, если вы за честные обзоры, то, ребят, помните, я всегда стараюсь ради вас и всегда показываю все таким, какое оно есть на самом деле. Так вот, если вы за честность, подписывайтесь на канал прямо сейчас, а я вам гарантирую, что никогда не посоветую чего-либо, что может потенциально вас расстроить. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин